Это были, можно сказать, дети Маугли. Мы таких еще не видели. Они визжали, они переломали за две недели. Все. Потом начали выдирать провода со стен. Но они, получается, они все время ходили кушать, кушать, кушать. В садике по три порции съедали. Они голодные были. Ну, конечно же, они ничего не умели. Воспитатели там были в шоке. В садике они не знали, что с ними делать. Прошло месяца два, детей не узнать. И, получается, они у нас 11 месяцев пробыли. И их, получается, усыновили, удочерили. И те родители, которые усыновили, они так благодарны были, что такие дети достались им. И послушные, и все умеют. Мы их научили просто всему. Своих трое детей. Две девочки и мальчик. Юля старшая. Она уже замужем, живет в Могилеве. У нее девочка два годика. Средняя, вторая по годике. Одна, получается, 96-го года, а вторая 97-го года родилась. Ей уже, получается, 25 лет. Тоже замужем. У нее сын тоже вот два годика будет. А старший сын еще студент. Вот заканчивает. Вот сейчас уже, ну, госы будет сдавать. А четвертого ребенка мы удочерили. Девочка Вика. Ей сейчас 16 лет. С 2009-го года мы детский дом семейного типа. А когда мы брали Вику, под опеку мы сначала взяли. Это был 2007-й год. Ей было полгодика. А потом уже приемная семья через год. И потом уже нам... Ну, так получилось, да. Ну, так получилось, что... Что пошутил он. По телевизору показывали детские дома. Он говорит, ну, давай мы так. А через два месяца позвонили у органы опеки и предложили переехать в Петриков и детский дом организовать. Инициатором удочерения был муж. Он сказал, он плакал неделю, как белуга. И все. Поэтому уже как-то, ну, это уже наше. Мы не могли ее отдать. Так как детский дом семейного типа, ну, то нам предложили еще ребенка, из дома ребенка. Ну, мы поехали глядеть. Там была Олесь, Олесь и Кристина нам вынесли двоих девочек. Шесть и семь месяцев им было. На выбор. Ну, мы же не могли выбрать. Но мы их двоих забрали. У нас, получается, с рождения восемь детей мы вот так уже выгодовали. Ну, вместе со своими. Каждого ребенка, каждого ребенка приходящего мы советовались. А они, они рисовали открытки, шарики вешали. Ну, так встречали, когда я ехала в больницу забирать. Проезжали, встречали. Они всем делились. Получается, ну, у них есть и бабушка, там, какую денежку давала, там, на 8 марта, на праздники. Они своими деньгами, получается, с проемными детьми делились всегда. Они себя, ну, как, изначально все дети, хоть они не родные, но они считают братьями и сестрами. У нас изначально была договорность с нашими детьми, что они не делятся наши, не наши. Наши дети согласились, и все. И, ну, по жизни пошло. Они братья и сестры. Они в беде никого не оставят, они друг другу помогут. В школу, сколько мы наблюдали такое, идут со школы, они меньших за ручки всегда вели. Старшие меньших. У нас правила нашего дома, в основном, у нас, мы перевоспитываем трудом. Физических наказаний нет, но мы трудом, по-другому никак. Мы все вместе делаем полностью. Мы где дом этот достраивали, все во дворе, на полях, все вместе со всеми детьми. Мы показываем им, что в нашем мире надо выживать. Поэтому, если они думают, что от нас уйдут и будет им легко, они будут ошибаться. Именно мы должны подготовить к их будущей жизни. Они должны знать, как себя обслужить, постирать, как деньги правильно потратить, в критической ситуации, как себя повести. Вот это наша задача. Мы просто их готовим именно к самостоятельности. А их задача сейчас первоначальная – учиться. Они должны получать знания, чтобы получить достойную профессию, поступить куда хотят, а не куда позволят их отметки. Это их будущее. Они должны сейчас задумываться о своем будущем, чтобы потом жизнь их не била. Знаете, чтобы они не думали, что везде, откуда они не пришли, им все на блюдечке приготовлено. Нет. Но в нашем мире тоже такого нет. Надо именно свое место в жизни завоевать. Тут четырех сортов виноград. Это яблони. Один сорт только помню. Президент называется. Остальные не помню. Там получается вишни. Потом следующий идет алыча, сливы. Там получается крыжовник, жимолость, поречки, смородина. Все очень большие крупные сорта. Ряд персиков, там вишни. В саду там получаются абрикосы, две груши. И там ряд колоновидных груш. Вот это гранат. Три года уже здесь, получается, растет. Еще маракуйя у нас есть и мандарин. Клубника, сорт богатыр называется. Очень крупные сладкие плоды. В этом году, сами видите, будет урожай очень большой. У нас не только здесь сад и огородчик небольшие. У нас в поле очень много земли. У нас одной бурьбы около гектара. Но не считая мы и кормовые бураки садим, и тыквы. Поэтому я своей техникой обрабатываю. Вот это вот мое детище, как говорится. Вот эти все агрегаты фактически я сам собирал. Из запчастей. Ну, все это, воробию собираю. И вот опырскатель, избивалка. Сажалку, правда, вот в Бресте привозили с Бреста. А это все, вот это все сам запчастей собирал. И он меня младше только на 10 лет. Ему, вот у меня 51, ему 41 лет. Вот это вот трактор. И он вообще моим детям останется. Вот это вот советское производство. И вот это вот, я кукуруза лущилка, с початков на зерно. Вот это обмолачивается. А вот этот комбайн, сделал вот это вот, все сам варил. Сам это, ну, конструировал. И вот такого мира нет. Вот это вот маленький один, ну, а это вот новая порода дюрок называют. Вот они такие красные. А тут еще одно отделение. Тут больше и, ну, вот такие средненькие. Любить, когда чухаете. Сейчас 7 детей живет. Ну, со студентами, получается, четверо студентов. Они все равно к нам приезжают. И мы поддерживаем. И сумки даем. Все. Так как у нас хозяйство. И студенты звонят. Может, что помочь. Если надо помочь, и всегда едут. Где пополоть, где убрать, закатки помочь делать. Все помогают. Мама, папа с первого дня все. Все поголовно. Никогда мы не заставляли называть. Они походят, походят, слышат. И сначала мама, а к вечеру папа. Знаете, это дорого. Стоит, что вот все дети считают нас родителями. Это приемные свои. Нам дети помогают во всем. Они никогда не скажут, я не буду или что. Мы же сами все не успели. Они попадают сюда. Я сколько раз поражалась. Они просто сразу становятся другими. Ну, становятся другими. И я не знаю почему. Если вижу, что делают шкоду, и некуда себя девать. Ну, я какую-нибудь предлагаю мелкую работу. Все. И ребенок занят, и ему некогда шкодить. Что-нибудь протереть или порисовать. Или что-нибудь. Чем-то надо их занимать, чтобы они не вытворяли. Потому что если у них свободное время появляется, вот у гиперактивных детей, они просто начинают что-то плохое делать. Они не знают, куда себя действовать. А чтобы они не делали, их надо занимать. Где что ни возьми, получается все. И в поле, и во дворе. Все получается нашими руками. Сделано вместе с детьми. Дети умеют вообще-то уже и пирожки печь, и булки, и печенье. Все. Все. Все умеют делать. И котлеты, и тефтели, и борщи, супы разные. Дети у нас обучены. С 10 лет уже по выходным готовят дети. Я их контролирую, корректирую, чтобы научить их все. Все блюда уметь готовить. У меня зовут Вика, я тут самая старшая. Вот тут Олеся, Владик, Карина, Кристина, Устина, и там Владик второй. Вот этим летом я решила трудоустроиться и буду зарабатывать. Я решила помочь родителям с финансами. Я заработаю, и так как у меня все есть, я куплю своим влашим братьям и сестрам сладости. Потому что я думаю, они их очень сильно любят. Маме помогаем готовить по выходным. Убираем с мамой дом, помогаем повесить белье, постирать, если мамы нет. Ухаживаем за хозяйством, можем помочь курам воды налить, свиней покормить, если надо. Приглашаем вас домой на кухню печь печенье. Мы делаем печенье, можем делать их каждые выходные. Самое большое, я люблю делать пиццы. У мамы вкусные супы и все блюда, которые они готовят, вообще идеально. И салаты очень вкусные готовят. Соцсети, но мы трошки считаем, что надо их немножко притормаживать, ограждать. Потому что очень много мусора в соцсетях. Именно дети быстрее всего питывают плохое, а не позитивное. Поэтому лучше они позже. Вот мы фактически до 11 класса их мобильники, чтобы они все время в мобильниках не даем. Вот у нас есть ноутбуки по учебе, пожалуйста, по учебе. Это рефераты писать, все такое вы... Но вот так вот, чтобы просто тупо сидеть в соцсетях, мы не позволяем. Ну, как они есть, все зарегистрированы, то они должны общаться, все. Но чтобы вот так вот они день и ночь, мы не разрешаем. Именно есть определенные правила. Родители у нас очень хорошие. Прям вот самые хорошие люди, которые все есть на земле. Потому что они нас воспитали, они нас научили. Кто бы нас мог так научить, если бы не родители. Мама у нас хорошая, папа тоже любимая. 25 детей прошло через нас. Мы общаемся с биологическими родителями, общаемся все. Вот даже которых детей вернули, пускай они у нас 3 месяца были. Биологические родители я аж вожу в школу, в садик они в один ходят, допустим. Они машут, и бабушки нам машут все, и дети машут. Мы наоборот стараемся поддержать, чтобы они стали на против... Мы сразу говорим, не ищите... Вот родители у нас врагов, потому что первоначально не мы виноваты, что у вас детей забрали. Но нам получилось, что мы хотим с ваших детей делать людей. И поэтому мы хотим воспитать ваших детей. Но если вы одумались, и все, пожалуйста, двери все открыты. Для общения, для восстановления, для всего. Знаете, по-другому я и не представляю свою шанс в жизни. В это надо просто втянуться, но уже променять уже... Не променял ни на что. У нас, знаете, что самое главное, что вот с мужем, у нас просто одинаковые мысли. У нас получается, ну, поем в один голос, и поэтому нам легко. И с детьми. Потому что у нас даже бывает говорить не надо ничего. Молча. И даже дети. Даже дети молча понимают, что хочет сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok